Ты понимаешь о чём я говорю? Да-да-да, те 11 которые. Да. Где они у тебя? Отдельно или? Нет, они у меня в этом. Ну вот значит у тебя вот такая. Да, они у меня все вместе. Здесь. У нас же ещё не открыла. Как здесь? У меня библия вот такая. Большая я взял вот такой. Ну там крест вот такой православный, да? Да. А, ну всё, у тебя вот такая вот такого плана. Они не все вместе. Макарейские книги внизу идут. Да-да. Надо для начала вот смотреть, гляди оглавление, видишь. Это для всех, для каждого человека. Какой бы ты там ни был, семипядевый во лбу, если ты ничего не читал и оглавление не знаешь, то тогда что ты будешь искать где? Вот книга брата Владимира, библия. Очень приятная, в кожаном переплёте, с застёжечкой, золотистая, вкруглённый корешок. Такое впечатление, как будто она не православная, но, смею всех уверить, это православная, крест православный. И 77 книг. И 77 книг. Но у неё в оглавлении мы находим, гляди, на корочках, мест нету пустых. Гляди, на корочках какая цветная карта приятная. Здесь это старинный. Только это 2017 года издание. Библия, как написано, сразу с самого начала. Маленькая библия, потом дальше большая. Видишь, по православному написаны православные буквы. Ну, славянские. Ну, видно, что сразу ты понимаешь, куда ты попал. Благословение Святейшего Патриарха. Всея Руси, Алексия Второго. Всея Руси, прям, звонко. 2017 год. Российское библейское общество. И мы тут начинаем. Ага. Российское библейское общество. Это уже другой разговор. Российское библейское общество, оно относится к масонам. Масонам. Так странно проникает к нам. Поэтому у них ждит тут какого-то подвоха. И мы теперь смотрим и видим этот подвох. То есть идут сначала книги, вот здесь на этой стороне, книги Верхового Завета канонические. Потом переворачиваем. И вот здесь мы видим не канонические, отдельно внесены. Здесь мы видим разбито так, как было в каноне. Вот они, вот они, звездочкой показаны. Вот они пошли. Кто? Тавид у нас. Так, вторая книга Ездры. Книга Тавида. Иудифи. То есть они здесь по годам распределены? Да, они здесь распределены как по годам. Ну а они по порядку как шли шли. По порядку, по времени как бы, да, которые, ну, богословы определили, что за этой книгой должна следовать эта книга, за этой книгой и так далее. Но, допустим, третья Ездра, никто не знает, ее вставили самую последнюю, потому что явно, что она не на своем месте стоит. Ну, как, я неоднократно обращался к Натимовичу, говорю, в третьей Ездре написано, он говорит, ну, это же апокрифическая книга. Я такой посмотрю, но я не понял, она же в Библии там. Ну, в Библии-то в Библии, но вот, что-то, не знаю, чем она вынимается, эта книга. Она самая последняя, да. Она не на свою месте. А это для какой цели это сделали? Чтобы удобнее находить было? Ну да, это как бы для удобства нахождения, а больше, более всего, они же библейское общество. Они подчеркнули. Они же библейское общество, да, российское библейское общество. Они, да, подчеркнули это. Они именно так. Если здесь православный у нас все на проходняк идет, то здесь они подчеркнули. Сначала они сделали канонические книги, а потом вставочку не канонические. И так она у них прошла, как книга для русского читателя, видать. А потом дальше книги Нового Завета. Здесь не так сделано. Потому что книги Нового Завета, они идут только через тысячу страниц. Смотреть, брат. Я думаю, еще одна из причин, это же изданное, вот, в коже на переплете с замочком, для того, чтобы человек носил с собой. То есть это в основном, которым миссионеры занимаются. То есть, ну, как бы на них рассчитан больше в своей части. И для удобства, чтобы быстрее искать вот эти вот все вырезы сделаны. Тут вырезы сделаны. Прямо тут можно вот смотреть. Вот Матфея уже захотел ты Новый Завет. Вот Новый Завет. А здесь сделано, сделано по-правильному. Вот как вот делают нормальные люди вот в этой Библии. Глядя. Во-первых, ну, тоже крест здесь все. Единственное, что нету корочек. Побольше, во-первых, здесь тоже. Здесь просто библейское общество. Здесь библейское общество, да. Ну, это наше православное. Росковской Патриархии. Тоже по благословению лекции второго. А тут тоже российское библейское общество. Везде влезли. Но тут они не успели накрошить еще. А тут вот все идет вот так у нас. Вот идет Третье Царство идут, Езда, Ниемя. И пошли вторая книга Езды, Тавита, Юдифи, Иосифири, Иова, Псалтырь. Пошли. И потом, глядя, Соломона, Притчи, Экклексиаст, Песни-Песни. И пошли неканонические книга Премудрости Соломона. Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова. Ну, и дальше Исаия Еремея. Плач Еремея. Послание к Еремею отнесли, понимаешь? Книга пророка Варуха. Ее сюда отнесли по времени. Потом только Иезекииль, Даниил. А Варуха вообще мы... Кто он такой, Варуха? Никто и не знает у этих протестантов. Потом Иезекииль, Даниил. Все малые пророки идут. Потом три книги Макалейские. Последние ездры. Три книги Макалейские, они на своем месте. После пророка Малахии. Малахия последний пророк за 400 лет до Иисуса Христа. Как по пророчеству. И потом идут книги Макалейские, которые начинаются со времени царствования уже этого Александра Македонского. Это 330 год. Ну, 326. Это тоже не Слава Кустова? Да, конечно. То есть это уже нормально. Потом дальше как он захватывает все туда-сюда. Да, и мы подводим к книгам Макавейским, когда Макавей... Матафия Макавейский, отец Маковеев, он объявляет войну язычникам. Вот этим как раз египтянам, которые в Египте. До этого все объясняется, как в Египте оказались грехи. Объясняется. И грехи свои жертвоприношения начали предлагать. Сначала они начали завоевывать сердца телесные упражнения, то есть спортивными упражнениями. По призыву кускаемого диска на полестре. Полестре это крытая площадка специально. Бывало дискрытие, просто обделанное расширки, приемли на штадион. Это наш штадион, да, сегодня. Он называл это игры полестры. Да, полестры называлось это игры. Игры полестры. По призыву, по призыву бросаемого диска. То есть это было у них, ну как у нас гранатометание там было, там допустим, стрельба из лука. У них бросали диски. Это обитательное орудие, которое очень хорошо расшибало. Раскручиваешься. Да, раскручиваешься. Потом другое раскручивали, там кидали копии. Это все одно и то же. И оттуда и началось. Оттуда все началось, да. Вроде как с диска началось. Потому что не просто так бросают молоты и так далее. Это все противника бросает. А не то дальше там или еще что-нибудь. Это относится чисто к войне, потому что Наполеон на Мородинском сражении применял тяжелую артиллерию, которая била на 500 метров дальше, чем русская. И поэтому русские понесли потерь намного больше. Больше, чем на 10 тысяч. Еще раненых столько было. То есть это все к этому относится. Кто дальше стрельнет, дальше метнет, дальше толкнет, длиннее клинок, острее там и так далее и тому подобное. Сначала они кидали диски, по-моему, гранат. Да, потом... То есть все к войне относилось. И они этому пытались учить иудеев. А что плохого? Вы будете свою страну защищать? А под своей страной подразумевалась экспансия грехов, которые из Египта, Палестина тоже грехам принадлежала. Как раз это муцарство Тарламея. Вся империя македонского Александра рассыпалась на 4 части. Одна из них была Египет и с прилегающими территориями до Дамаска. И они между собой сражались. И теперь кто за кого? И евреев пытались на какую-то сторону поставить. А я не за кого? Я хочу мирно жить. Меня ваши экспансии, они вообще не волнуют. А мы вам не дадим. А мы не дадим тебе жить. Почему? А я хочу царствовать у тебя. Ну почему ты хочешь царствовать? Тебе мало, что ли, твоих земель в Египте? Прекрасный Нил там. Вот эти побережья. Что тебе еще надо от нас? Дайте нам в нашу маленькую Палестину жить спокойно будем. Веровать в Бога не дадим. Дайте нам спокойно в нашей общине существовать. Нет, зажмем со всех сторон вас. Это делали коммунисты. Всех пережали, всех поубивали. Так же делать будет антихрист. Вот это мы читаем в книгах макарейских. И там самое, и до, начиная с 45-го года, как восстание подняли, и до того, как победили, 141-й год, 141-й год, до Рождества Христова, Маковеи победили. То есть язычники были вытеснены, частью уничтожены. И макареи продержались, считай, до 63-го года, пока римские войска не оккупировали первый раз Иудеев. Ну так, без войны обошлось. Они как бы пришли помочь евреям в войне с Патоломенем. Ну, а получилось, что остались навсегда. Как говорится, то, что сделал для начала временно, это очень сильно долговременно оказывается. Ну и евреи попали под зависимость Рима уже. С тех пор римляне их так и не выпустили. До, 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 до 1948 года. 10 мая 1948 года образовалось государство Израиля. Вот так. Это как не Гитлер, думаю, сейчас я тут быстро-быстро-быстро все заберу. Ну, и так же в Россию. Нет, ну, у него не пошло, у римлян-то пошло. Так что, я не знаю, тут никак нельзя с Гитлером сравнить. Просто, как говорится, мы вам сейчас поможем, а там, ну, это вот так русские сделали, когда зашли в Латвию, Литву, Эстонию. Мы сейчас немножко тут посидим. Туда 36 тысяч, туда 40 тысяч своих воинов, туда 50. А потом только раз, кто за то, чтобы мы здесь оккупировали? Поднимите руки. Подняли сами руки этим латышам и эстонцам. Поддерживали, да? Ну, а теперь они, конечно, эстонцы против. А Путин пытается нам рассказывать сказки дедушки бальзама какого-то. Бальзам на сердце лить. Нет, это не так было. Чего придумать-то не так, не так. Вот, это все, виноваты там другие. А мы молодцы были, хорошие. Сталин последний заключал пакт из всех союзнических пактов, которые заключили ближайшие страны с Гитлером, с Германией. Мы последние, самые заключили, последние. Поэтому мы не можем быть агрессорами. Ну, ну, не можем. А 26 тысяч танков на границе с Германией. Это что? Мирное шествие мирных тружеников с пушками 45-го калибра. Да и 76-ти миллиметровые были уже. Да, более того, 150-ти миллиметровые КВ-2 был танк. Так что, вот мы начали... Одним, а закончили нечестие. Вот, начали. Видишь, мы как... Это для лучшего запоминания. Теперь мы видим, что книги Маковейских стоят где? В конце. Мы будем проходить и по этой книге будем проходить, как и у брата. Потому что ты столкнешься и с этим. И по такой книге, как вот у тебя и у меня будем проходить. А, ну мы сейчас зайдем в тему поиска. Да, мы идем в тему быстрого поиска. И все это для того, чтобы люди начинали рассуждать о книгах. Не просто, там допустим, что... Вот есть Библия есть, а мы будем рассуждать о книгах. Как они стоят, почему в такой зависимости они стоят. Пятикнижья легко. Книги царств легко. А дальше-то может быть сложнее нам намного. И поэтому мы сейчас определяемся, когда, что и как. Мы даже можем по временным рамкам пройтись. Сейчас. Атлас, да? Я сейчас папа вот так. Да, он удобный. Особенно вот этот большой. Который с жесткой, да? Там побольше информации, да, Мил? Не смотрел? Нет, нет. У него побольше информации, снимай. Да, конечно, здесь больше информации. А, помнится. Благословим Господь, на непрестное воительство. Аминь. Аминь. Царю небесный, утешителю души стены, И живи везде сын, и вся исполняяй сокровища благих. И жизни подрателю преди вселенной, и очистены от всяких оскверленных. И спаси благослови души наши. Отец наш небесный, молим-ка, именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови наше собрание здесь с братьями. Даром, Господи, нам полюбить Слово Твое Святое так сильно, Господи, как некогда полюбили Его те мужи, которые переписывали Его, сохраняли Его в сердце своем, руками своими, трудом своим, жизнями своими. И Господи, жертвовали, как апостолы, пророки, которые шли на смерть за Слово Твое Святое. Только потому, что веровали в Тебя, Господа и Творца, в Слово Твое Святое, что оно все сделает так, как Ты заповедовал, даст нам вечную жизнь и блаженство неземное, а Твое небесное. Сохрани нас, Господи, до небес, на Твоей пристани всех и даруй через нас, чтобы еще многие узнали о Тебе, Господи, нашему Творце, всю истину и прославили Тебя за Слово Твое Святое. Благодарим Тебя, Господи, за этот наступающий пост и за эту неделю масляную, подготовительную, и за эту неделю страшного суда. И мы вспоминаем, Господи, как все будет страшно происходить по Матфею 25 главе, который даришь Тебе. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Поэтому, ну вот я хотел показать, для чего все это делается. Для чего все это, почему все это делается? Для того, чтобы, когда мы будем где-то кому-то благорестовать, чтобы Слово Божье в наших руках, или, допустим, где-то мы занятия проводим, чтобы, Слово Божье, в наших руках не просто руки наши были такие заскорузлые, такие дубовые, а чтобы прям летали, как чайка над стелью там, чтобы как эти буревестники над водой, чтобы мы легко знали и все видели, что эта книга нам действительно знакома. Вот хотел показать, как это делается, как правильное открытие, чтобы быстро открывать. Вот сейчас ты мне скажешь, какую книгу открыть, и по величине этой книги мы определим, за сколько раз я должен открыть. Со скольки открываний я должен попасть на эту книгу. Ну, Иисуса Новина. Книга Иисуса Новина, ты хочешь, да? Да. Но это не очень большая книга, ты же знали, да? Она не большая. Я ведь не совсем еще знатоку, после этого. Да, она не очень большая, то есть по толщине открывания сразу страницы тяжело попасть, потому что здесь вот столько страниц, например, в виде вот столько страниц, это 40 страниц будет. Да. Приблизительно примерно. Понимаешь, да? А это же тоненько для наших пальчиков. Поэтому эта книга, она приблизительно, наверное, ну, страниц 15 минут всего, Иисуса Новина. Так что мне будет тут сложненько открыть. Со скольки ты раз мне заповедаешь им открыть для тебя? Попытай. Со скольки попытай? Ну, в основном опыте давай три. Три. Господи, благослови. В основном опыте три. Хорошо, на корочку отбрасываем просто. Да, да, да. Первые страницы можно не считать, тут две странички всего. И прикидываем приблизительно. Пяти книжей это 200 страниц. 200. Да, 200 страниц, пяти книжей. Ну, приблизительно где-то вот так будет число. Это число. Ну, да, еще где-то не все. Ну, это первый раз. Первый раз обман. Потом, значит, у нас после пяти книжей, у нас и идет Иисус Новин после пяти книжей. Правильно? Поэтому мы еще берем сорок страничек, чуть побольше, и отрываем. Иисус Новин. Пожалуйста, Иисус Новин. Вот. Слава. Суббогу, Иисус. Ну, мысль ясна, да? Да, да, да. Теперь я понял. Да, получается просто нужно знать там количество страниц. Да. Для книги примерно. Приблизительно, да. Да, и из этого вычисляем. Из этого вычислять. И еще можно вычислять так. До, вот по этой книге, до книги в Псалтырь включительно, книга Псалтырь, вот, включительно книга Псалтырь, 22 книги. Всего здесь 50 книг. Ну, практически половина. 22 книги. 22 книги эти с Псалтырью занимают, занимают у нас 600 страниц. 600 страниц. Всего, вот, в книгах Ветхого Завета, именно в этом варианте, вот, тысяча, тысяча. Ну, там, без копейек, да, небольших. Что там, 990? Ну, будем считать тысяча. Ну, не будем же, чем... Нас же никто не заставляет. Мы просто должны показать, что мы знаем эту книгу. Две трети книги. Получается, две трети книги, да. Две трети книги, получается, да. И поэтому ты можешь спокойно, допустим, от этого исходить. Допустим, книга Псалтырь у тебя, две трети книги. Ты вот такую берешь, две трети книги. А что мы такую заповедали? Сейчас. Псалтырь. Ну, это Псалтырь, понятно ее, что это Псалтырь. Вот она, раз вот, и первая Паралипоменон. Ну, а тут дальше... Паралипоменон. 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 Мне тоже сложно удалось это слово. Вот он написал ты. Ну, так приблизительно запоминаешь. Почти половину. Меньше половины. Нет, нет, нет. Меньше половины, но не две трети. Не две трети. Не две трети, да. Неправильно засчитали. Не две трети. ну то есть мысль понятная чем тоньше книга тем тебе значит просто нужно знать наличие книг допустим вот смотри как идет здесь показывай я сейчас буду говорить а ты показывай людям чтобы видели правду так чтобы все видно было вот смотри там идет так сначала идут книги называются они Тора в пяти книжах это книга бытия исхода потом идет число левит второзакония потом у нас идут Иисус Новин книга судей Руфь книга Руфи потом идет книга Ездры первая потом книга книги Царств идут четыре книги Царств потом два Паралипоменона две книги Паралипоменон потом идет Ездры первая потом Ниемия книга потом идут неканонические здесь книга вторая Ездры потом идет Торита книга потом Юдефи потом идет Есфир потом идет после Есфири Иов перед Иовом что у нас все 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 дошло Иов потом идет Псалтырь потом идет Притчи Соломона потом идет Иклисиас Песня Песней потом идет Премудрость Соломона потом идет Премудрость сына Сирахова потом после Премудрости сына Сирахова у нас идут пророки Исайя Иеремия Плач Иеремии послание Иеремии неканоническое потом идут языки Даниил потом Ворух ну Ворух это неканоническое Ворух неканоническое Ворух потом языки Даниил после Даниила начинаются Малые пророки 12 малых пророков Осия Иаиль Амус Авдий Иона Михей Наум Аввакум Сафония Захария Малахия может кого-то пропустил Агея да Агея Захария Малахия потом идут у нас книги неканонические это Маковейские и последняя третья езда неканонических грязей Ну вот если я немножко ошибся то ну как бы сильно тут греха большого нету главное что мы понимаем о чем мы говорим да ты еще просто смотрел на маяшки там отражение было и гриба нету в принципе точно это разве просто я думал что ты смотришь на отражение специально путаешься чтобы якобы книги книги нового завета книга нового завета поражает меньше претензываешь можно один совет все в том насколько ты часто открываешь эту книгу все в этом это точно книги нового завета на них тоже многие теряются почему послания они тоже небольшие бывают тут делим точно так же деление идет по посланиям к римлянам апостола Павла у апостола Павла 14 посланий последнее откровение Иоанна Богослова оно просто самое последнее поэтому как бы мы берем вот это деление по римлянам римляне перед римлянами идут 4 Евангелия потом Деяния Святых Апостолов это легко запоминается потом да потом начинается послание послание все начинают путать первое послание Якова Яков брат Господень потом идут послания апостола Петра два послания апостола Петра потом почему такое ну как бы по временным рамкам здесь а с другой стороны как бы может быть и по тому как определялись апостолы первый был епископ в Иерусалиме Яков это брат Господень потом потом по старшинству шел апостол Павел потом Яков Богослов любимый ученик Господа А потом Иуда это брат его у которого самое маленькое послание там его послание найти очень сложно брат мне сейчас загадку загадал перед тем как ты пришел я говорю какое ты мне задашь ну я книгу Серахова мне задал я открыл с первого сразу а потом а потом дал мне Иуду я сначала не понял думаю ой я легко потом подожди Иуда сколько там в Иуде а в Иуде полстраницы то есть попасть невозможно и я конечно же не попал я только ну можно сказать с пятой попытки и то не до конца открыл с шестой можно сказать открыл попытки потому что ну сложно очень поэтому когда вы такими занимаетесь делами быстрое открывание то тоже сильно не мельтешите потому что это ну все таки открыть надо а у брата здесь у него интересность вот видите какая тут написано вот эти вот написания подсказки вот эти вот вот они вот как закладочки такие и ты прям раз смотришь и если ты знаешь все равно эту книгу тут надпись Тим Тимофея Колосим Кол и так далее то есть здесь же этого ничего нету здесь тебе надо именно открыть ну можно посмотреть тут затертости вот потертости это вот все я читал эта книга открывалась не меньше 18 раз но полностью перечитана Библия вот эта 1400 страниц на 22 раза я вообще прочитал Библию именно эта книга где-то 18 раз прочитал ну а сколько постоянно открываешь ее там сверяешься смотришь еще перечитываешь просто отдельные какие-то главы отдельные книги там допустим Иова сейчас вот читали недавно закончили только сегодня потом там такие как Руф интересный потом Судей книги интереснейшие очень подновляешь тоже как бы эту память что-то услышал или допустим что-то вспомнил где-то с кем-то проговорил и это место опять перечитал а то и всю книгу перечитал почему бы нет очень сложные конечно для запоминания книги это книги притчи Соломона Премудрость Соломона Сиратова почему там каждое предложение это отдельная история какой-то в жизни тема человеческой жизни невероятная причем быть тебе верующим или неверующим быть тебе спасенным от Господа быть тебе благословленным или проклятым поэтому это очень книги такие постоянно настольные книги должны быть книги которые заставляют человека думать уверовать это книга Эклисиаз Песня Песней очень благословенная книга книга о любви Христа Бога к нам к человекам и как мы должны любить церковь Песня Песня это такая вдохновенная книга ее надо читать конечно отдельно истолкование сначала чтобы не подумать что тут просто какой-то любви человека к женщине но это тоже есть такое а вот это песнопение Голубица моя Голубица может и отсюда она взялась от песни Песней Голубица да я думаю конечно откуда еще а там же от церкви да поэтому разные книги они для разного допустим книги пророков вообще не любят люди читать а что там одно и то же одно и то же одно и то же вот там делайте так делайте поступайте так эти книги нам рассказывают о том как Господь в тяжелые времена для людей посылал им спасителей пророков которые показывали как правильно нужно жить чтобы спасти чтобы а спасти для чего людям во первых ты сам спасаешься а во вторых Господь тебе помогает спасти слово свое как сказано в послании не послании Иеремия а книге Иеремия первая глава двенадцатый стих Господь давай открой первая двенадцать сейчас открою Иеремия так Я смотрю там без написания после чего Иеремия побольше она такая пополняет книжка сейчас мы ее наверное с трех послания с трех раз хотела открыл с первого ну отлично ты мне неоднократно что я брал то что нет ну да и вот и было слово Господне ко мне что видишь ты Иеремия я сказал вижу жезл миндального дерева Господь сказал мне ты верно видишь ибо я бодрствую над словом моим чтобы оно скоро исполнилось бодрствую над словом то есть мы думаем вот мы тут читаем размышляем что-то там переводы там даже некоторые не нашей верой говорят да у вас неправильно переведена она там у вас все сгинуто так не мы смотрим за словом то Божиим не мы а Господь бдит и дает нам эту веру Господь и дает любовь к Слову Божьему Господь дает и мы тогда храним это как зеницу ока ты же не дашь что так каждому в глаз залететь там пыль начинает дуть уже закрываются там все под воду ныряют детишки учу плавать их и плыви ко мне он раз под воду и куда-то 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 я раз понять не могу потом уже догадаюсь слушай а ты под водой наверное не смотришь а ему стыдно сказать что не смотришь он понимает что я на него ругаюсь он говорит нет я смотрю я говорю смотришь ну давай вдыхай воздуха вдыхает я ему ручки на плечи положу плечики-то маленькие я-то тяжелый и давай вместе гляди вот нос в нос прям в нос в нос упремся и вот так погружаемся с ним и я смотрю а вот только вода дошла сюда он мок и все и зажмурился смотрю я говорю смотри я вижу что ты не смотришь ты хочешь меня просто обмануть зачем-то я не понимаю вот гляди смотри на меня с воды он смотри с воды я вот так вот раз погружаюсь и вот так на него смотрю погружаюсь и глазами закрываю и вот так раз а над водой вот так все а я смотрю на него я показываю я тебя вижу стоять ниже тебя и они начинают я говорю сейчас ты будешь смотреть давай начинаем и он опять только я говорю так не моргай глаза я ему так держу держи сам все глаза держи я ему еще помогаю и он раз сначала тяжело но вижу что глаза вот так бегают бедного а потом раз водичка мягенько облегает все ему хорошо так становится так приятно оказывается массажирует и человек привыкает вода под водой отлично видно ну как отлично видно хоть что-то видно вот так а то вообще могло быть не наша вода если накупаешься так что они красные красные ну конечно что там грязь то есть вот видишь как это все сложно поэтому нам нужно бодрствовать бодрствовать нужно как Господь бодрствует но нас заставляет бодрствовать и мы тоже поэтому должны слово Боже все прям от корочки до корочки его изучать особенно что написано в слове Божьем о чем здесь пишется потому что не только есть буковки сами но есть духовное значение смысловое духовное значение которое изменить невозможно то есть написано о спасении человека и что Бог все дал для спасения человека у Бога есть тайна все скажут да Бог там сама тайна если Господь говорит все сделал я для того все тайное сделал явно все открыл для вас все для вашего спасения все открыто а вот ты нам не говоришь когда там придешь во второе пришествие там и не надо ни вашего ума дело говорит Господь ни вашего деяния святых апостолов открываем вот деяния сейчас откроем деяния святых апостолов итак новый завет 330 страниц здесь приблизительно почти до конца ну тут до конца там еще кое-что поэтому а Евгений ты сразу открывай не будешь длина 330 страниц где-то сейчас откроем деяния святых апостолов раз вот деяния пожалуйста есть открыли ну теперь найдем нужную главу мы не ищем конкретно по главу потому что ясно что ты открыл ты уже тут значит кому найдешь не совсем ты бестолковый и господь говорит им посему они сойдя спрашивали его говоря не все это время господи восстанавливаешь ты царство израиля он же сказал не ваше дело знать времена или сроки которые отец положил в своей власти но вы примите силу когда сойдет на вас дух святый и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли сказав что это он поднялся в глазах их вот это мы читаем с 4 по 9 стих Тияния Святых 1 глава 4 по 9 стих вот мы и как нашли видите как мы находимся то есть мы знаем где открывать даже вот так вот открывать это уже люди скажут о да он знает это слово понимаешь как кажется ну что тут такого как ты открыл а Господь стоит перед людьми и начинает говорить им Нагорную проповедь вот видите сейчас мы найдем Нагорную проповедь Матфея Евангелие от Матфея 6 глава 6 глава так опа вот Евангелие от Луки а тут недалеко от Матфея от Матфея со второго раза я нашел от Матфея вот и 6 главу определили глядите Господь подождите не 6 а 5 глава почему это 6 глава ну да и 6 глава это все Нагорная проповедь идет увидев народ он зашел на гору 6 глава да и когда сел приступили к нему ученики его 5 глава и он отверзший уста свои учил их говоря отверзший уста а почему говорят а почему отверзший уста зачем это говорится потому что он их учил и не отверзая уста а чем своим примером да и написано возвел очи к небу зачем сказано для того чтобы мы точно так же учились у Господа молиться Господу то есть благоговейное отношение к Господу гляди мусульмане заходишь в мечеть они все вместе падают там кто-то возглас делаешь впереди и они бац почти одновременно падают даже странно они не тренируются это тебе не корейские девушки или там эти китайские которые муштруют там деревяшками да иголками всякими а это просто верующие люди и они вот так все вместе падают но они понимают о чем вещь да то есть это благоговейное почтение а у нас какой сырбор ты видел женщины там мужики там мужчины бритые какие-то в чем попало стоять женщины кто во что в шлем по пошках кто просто раскудлатый кто в штамишках кто вот в таких юбках по самому не могу ну в общем кошмар какой-то мы не увидим это у мусульман вот чему можно учиться у людей и самое главное ты не скажешь что это они специально делают специально для чего специально скажи мне для чего специально люди одновременно собрались в пятницу там в вечеру где там они собираются и все вместе стоят молятся падают на колени им что заняться больше нечем ну ты соберешься туда я не понимаю что дурак что ли они дураки значит если мы пример приводим это нам не пример а что тогда для вас пример какой пример нету примера почему да хотите вольно жить а вольно жить это жить в бесчестии и у нас все в бесчестии женщины в бесчестии честь для женщины растить волосы честь для женщины иметь платок вот сестра у нас будет честь для женщины нет они без платков ходят вообще Еще возьмут туда, стригутся вот так вот Еще побреются вот так вот Еще и покрасят там Всякое образе бело-красное Но еще волосы перекрасят Это все нечестие Мужчины бреют бороды Это написано Сильно обесчищено Если женщина изнасилована Она просто обесчищена То мужчина Бритый, написано в Библии Сильно обесчищен И это можно открыть в Библии Посмотреть книга Царств Вторая Десятая глава Царств это примерно вот так Это посудится Ну рядом уже Для тебя надо сперва запомнить Да, для тебя нужно сначала запоминать Мы же все последовательно Сейчас говорим Это не просто Тут как бы умозрительное Числительное А именно ты должен запомнить все книги О чем они говорят Даже там может по времени определиться Это Почему ты скажешь Исаия Почему я говорю Твердо Исаия И Иеремия И И Иезекиил Даниил Я почему не говорю Иезекиил Потом там Даниил Последовательство Это Не то что я запомнил Последовательство Последовательство Их жизни Их пророчества Как они жили Шли И что говорили О чем Именно так Именно это я говорю И вот Когда тут Есть такие вот Различные У нас Библейские атласы И вот в этом атласе Как раз Такое присутствует Шкала Временная И Для царей И пророков Так Вот Они Это Извините Надо было Мой Библейский Взять Здесь Немножко Не такой Здесь Одни цари Просто Идут Без пророков Ну да Которые я взял Вот пророки Вот пророки А вот Пророки Вот эти Пророки Вот шкала Временная Пророков Илья Илисея Иона Амос И Осия Исия На ума Атум Илья Иосифон Да Илья Илисей Илисей Нету Ничего Иона 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 Амос Осия Это малые пророки Исаия То есть Вот Исаия Потом идет Иеремия Потом Иезекииль Вот между ними Стоит Вот Видишь Вот как надо Тут тоже надо знать Что не подать Молотить Молотить А те А те Которые В Библии Исаия Иеремия Иезекииль Даниил Вот они Это 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 Великие пророки Да Большие пророки А потом Вот идут Уже Малые пророки Которые Временные рамки Эти места Проверить Иеремия Писания Особенно Когда они Уже Прочитали С родителями Понятно И тогда Дети Начинают Места Писания Эти Записывать И тогда Лучше Запоминается Когда ты Пишешь Тут Как бы Понятно Мысль Его ясна Ну и Тоже Не все Подряд А именно Такие основные Места Писания Которыми Пользуются Постоянно Допустим Ибо Так Возлюбил Бог Мир Что Отдал Сына Своей Единородной Дабы Всякий Верующий В Него Не погиб Но Имел Жизнь Вечную Ивангелие Ациана 3 глава С этого Как бы Все начинается И там Ивангелие Ациана 12 глава 48 стих Ибо Господь Сейчас Ибо Слово Будет судить Нас Последний День Отвергающий Меня И не принимающий Слов Моих Имеет Судьей Слово Которое Я говорил Оно Будет судить В последний День То есть Вот такие Места Чтобы тебе Именно Сказать О чем Ты хочешь С человеком Заострить Разговор Что Судить То даже Не Бог Будет А то Как Будет Бог Судить 12 48 5 39 Открылся Ну Видите Уже 5 39 Ивангелия Иоанна Исследуйте Писания Ибо Через Них Вы Имеете Желать Иметь Жизнь Вечную Оно Средительствует О Мне То есть Христос Говорит Писание То есть Везде Все Опять Относит Нас К слову А почему Потому что Люди Ленивые Они Не любят Читать И когда Ты им Говоришь Что Надо Читать Они От Ужаса Тебя Сразу Спрашивают Ну Я Прочитаю Эту Книгу И Что И Что Дальше Да Ты сначала Прочитай Нет Ну Ну допустим Я прочитаю А что Читать Не Я Что Дурак Начинает Выяснять Отношение Чтобы Зачитать Зачитайте Ивангелие От Иоанна 5 39 Следуйте Писание Ибо Вы думаете Через них Иметь Жизнь Вечную А Они Свидетельствуют О Мне Вот Для этого Читаем Да Для этого Читаем Иисусом Новина Первая Глава Седьмой Стих Восьмой Седьмой Восьмой Да Судик Теперь прошел Да Это уже Переболщил Ну уже Все Ну ты понимаешь О чем Лечь Ты Оставь ее Просто Оставь Вот Первая Глава Четвертый Раз Первый Глава Седьмой Стих Между этими Двумя Книгами Да Да Ну Седьмой Да Оно Само Интересно Смотреть Ну Конечно Что-то Как-то Уже Семь Семь Один Один Семь Один Семь Один Семь Да Первая Глава Седьмой Восьмой Семь Восьмой Семь Которые говорят О том Как нужно Исследовать Слово Божие День И ночь Вникать В него Нужно Это Слово И Исследовать Только Будь Тверд И Очень Мужественно И Тщательно Храни И И Исполняй Весь Закон Который Завещал Тебе Моисей Рап Мор Не Уклоняйся От него Ни Направо Ни Налево Дабы Поступать Благоразумно Во всех Предприятиях Твоих Да Не Отходит Седя Книга Закона От Уст Твоих Но Поучайся В ней День И Ночь Дабы В Точности Исполнять Все Что В ней Написано Тогда Ты Будешь Успешен В Путях Твоих Ты Будешь Поступать Благоразумно Да Вот так Что значит Для нас Слово Божие Это Закон Еще Вдобавок Ко всему Ну Некоторые Допустим Как Саддукея Они Только Тору Брали То есть Только Пятикнижья Христос С ними Так Говорил Даже По Пятикнижья Только Говорил С ними А вот Иисус Навин После Второзакония Следующее Потому Что Моисей Орона Господь Прибрал Он Не увидел Землю Обитованную Моисей Увидел Только С горы Ор Что Там Земля Обитованная Тоже Прибрал И Остался Только Его Лучший Ученик Надежнейший Который Ходил В землю Обитованную Пришел Из 12 Разведчиков Только Двое Он И Халиф Еще Друг Его И они Сказали Мы Хоть Да Там Такие Видно Что Крепкие Города И люди Крепкие Такие Видно Что Стражники Оружие Есть Но Мы Двоем Остались Но Мы Победим И они Двоем Только Остались Мы Победим Пойдемте А остальные 10 Сказали Не Не Люди Там Все Великаны Там Города До небес Стены Нам Никогда Ничего Там Не В этом Вся Разница Знания И вера То есть Эти два Веры Победили Это все А эти Знания И И Сорок Лет После Этого Не Пошли Они То есть Сердце Их Орабело От Страха Перед И Сорок Лет Господь Их Еще Водил Туда Сюда Туда Сюда Там Станы Менял И Пока Не Зарыл Всех В песок Кому Было На Повремя От Двадцати Лет От Двадцати И Старше Он Всех Зарыл В песок Всех Все Как Только Зарыли Последнего Господь Говорит А теперь Новая Племя Народилась За Сорок Лет Два Поколения Крепкие Бойцы Такие Организовались Которые Понимали Что Чего Вы Не Пошли Господь Говорил То есть Там Проповедовали Получается Как Люди И Понимали Что Халиф И Иисус Новин Настоящие Бойцы А Вы Кто Такие Ну И Моисей Авторитет Он 6 миллионов Их было Мужиков Сколько Было Только 6 Этих 6 Сколько Сейчас Скажу Не 6 Миллионов 600 600 Тысяч И 3 603 Тысячи Мужиков Было Все Вымерли Кроме Моисея Аарона И Иисуса Новида И Халева Остальные Все Вымерли Всех Положил Господь Поменял Поменял Да А остальные Все Мы готовы Мы готовы И потом Показалось И был Там Великан Бог Царь Вассана Великан 4 метра 4 метровый Детина А Струбили трубы И Размер Нет Это Ирихон Нет Перед этим Они еще Когда шли Они попросили Пройти через Землю Ого Вассанского Но он не захотел Вышел на борьбу Но он как танк Представьте Там такой И все там смотрят Да такого Детину нашего Никогда не победить Нет Это Колосс Оказался На глине В ногах Как-то Изловчились Туда Сюда Как Львы Жирафа Там Жирафина Такой Какой-то Лев У него Нога Там Одна Больше Чем Жираф Весом И все равно Его Как-то Раз Раз Схватили За ножку Потащили Запуталась За горлышко Раз Сразу Четверо И готово Так же Его Повалили Господь Дал Такие Силы Там Стрельнули Куда Надо Он Согнулся Ой Что-то Больно Иди сюда Почему Потому что Господь Решил тебя Мертвить Ты Не хочешь Делать пользу Для народа Божьего Который идет Просто землю А если бы Он Допустим Разрешил Пройти Ну и Существовал бы Торговал бы С ними Так бы Лежал на своем Одре Железном Которое Четыре с половиной Метра Девять Локтей А Когда все Разгломили Они этот Одр с собой Взяли Ну кровать Его И поставили ее Психемия Она там стояла У них Чтобы Глядите Какие народы Покорили И дети Приходили Как в музей Сейчас ходят По музеям Смотрите А это что такое Это Это что за Загон для овец Нет А что это Кровать это Это кровать Какие что-то люди были А Чья Огова Санского Это того Огова Он что На ней спал Их несколько было Что-ли Да нет Вон один такой Что же за детина Такой А как его победили Бог Господь Его Послал на него Воинство свое Божие И Победили его А сколько человек Там не написано Видать Много побеждал Просто убили И все Написано Как саранчана сели Видел Как маленькие Мошки Чу-чу-чу Эти муравишки На какую-то осу И готовы Брат Фильм Троя Хорошо показывает Как этот гигант Ахиллес Так победил Ну там Какой гигант Зрелище Подумаешь Там 2,20 Может Мужичок Нет Про Оголосанского Еще не сняли Пока Ну все равно Голиаф Голиаф Был 3 метра С лишним 3,20 Давид Попал Прощой Тоже чудо Такое Ну вот Господь Делает Показывает Силу И вот так Вот так Мы постепенно Влюбляемся В Слово Божье Ставим Во главу Своей жизни Ну казалось Мало ли там Людей убило Да Но когда Ради Господа Идут люди И когда Ты читаешь Про иудеев Что они Для Господа Это делали И у тебя Все в душе Переворачивается Ты начинаешь думать Для Господа Люди Многие говорят Вот пост Сейчас будет пост Говорим А что там пост Мясо не надо есть Ой С этим правительством Я уже давно Пущуся И там А что ты Не едите мне снова Нет Только Откуда же брать Все дорогое Вот колбаску возьму Такую попроще Ну а колбаска Это же мясо Ха-ха-ха Смеешься что ли Какое же там мясо Нет Это обманули тебя Там туалетная бумага Бабка А что ты тогда Туалетную бумагу Жрешь то Если там мяса нет И врут Сами себе люди Врут Неверующие просто Надо собрать И показать свое величие Что я мясо не ем То есть они понимают Мясо есть плохо Любого человека Ночнее разговаривайте Все понимают Мясо есть плохо Ну Почему я не знаю Они так думают Я так допустим Думаю Что неплохо мясо есть Просто Нужно ради Господа Есть И ради Господа Нужно не есть И ради Господа Еще раз не есть И еще раз Не есть То есть как важно Меньшее Господь видит Что мы Любим Вкушать И вот в этот Год Он нам дает 212 дней Дней поста Когда нельзя Есть мясо А теперь Отнимет 365 минус 212 100 140 150 150 дней У нас остается Чтобы можно было Поесть мясо То есть 5 месяцев Из 12 месяцев 5 месяцев Мы можем Вкушать скоробное Почти полгода Почти полгода И так много Но там перерывы есть И когда вот эти перерывы Это Ну как бы Больнее всего И Господь нам дает Масленицу Ну хорошо Мясо нельзя А все остальное Можно Можно яйца Можно рыбу Можно блины Вот блины Пожалуйста Вам Вот Вот сестра наша Наша Енафа Приготовила уже А что ты там сидишь И он туда садит Масленицу Крисуна А что там Потрудилась И скромно Сешь Блинные Со сметанкой С какой-нибудь там Со сгущенкой Любит С медом Вот мед Мед Вот Мед это Алтайский бедок Хороший Запах такой Как вкусный Нет Нет Она Она имеет Почти все то же Что и у тебя Только Меньше желания Читать ее Потому что Она не знает Нету того страха Божия Который есть у нас Перед Господом Именно вот этого страха Божия Когда Ты не то что ты боишься Бога там дрожишь Там меня убьет Или что Ты уже понимаешь А когда ты Как бы пошел На встречу Господу И Он тебе делает Такие дивиденды Ну дает тебе Такое как бы Экстерном Заочно Просторы Для Расположения Благословения Своей У тебя душа Такая спокойная Ты себя уже По другому Вообще чувствуешь В этой жизни Ты открыл глаза Ты смотришь На этот мир Открытым оком И ты боишься Как бы Господа Огорчить Тем что ты сейчас Сорвешься Начнешь грешить И вот этот страх У тебя Он тебя ведет Толкает к тому Чтоб читать А они этого не понимают Они не грешили И что Скажем Господу Пускай погрешат И потом И Господь говорит нам Через апостола Павла Никак Здесь написано Никак Нельзя такое А что Давайте теперь Чем больше нагрешим Тем больше благословения На нас будет Нет Не будет Наоборот Оно еще больше отойдет Если ты узнал Услышал об этом И не начал исполнять С того времени Уже Они пока еще Не понимают Что это у них Смертный грех В начале Должно у детей Которые Не знают греха И которые Постоянно в слое Божьем Через родителей своих Вот так повезло им С одной стороны А с другой Все говорят Бедные дети Да как же они Это же они Только все исполняли А теперь допустим Они отойдут И они и детство не узнали Подойди Возьми камень Кирпич какой побольше Подойди Когда ему по башке Сколько детей Помитых таких И подходит маленький Берет какой-то камыш Бабах там Этой девчонке Какой-нибудь По ноге Или по башке Они плачут Все там Все прибежали Чуть не до милиции А что сделаешь На учения А отец сидит Глазенками Только хлопает Да я что Это дети Дети Пускай между собой Разбираются Дети Что ты ему вложил То он пошел Сделал А почему ты не сказал Иди погладь этого Скажи Я пошел к папе Он сказал Мы дарим тебе Эту игрушку Он другую мне купит Вот пускай у тебя Эта игрушка остается Играй с ней Если ты не хочешь Глядишь Что-то у него Шевельнется Откуда-то игрушка Появилась Может там родители Спросят Откуда игрушка А мне подарили А с чего И пошел диалог какой-то А то сразу По башке Да я Ты за себя должен Заступаться Берут ремень На тебе На тебе Еще Воспитал Это получается Двойная личность На улице один Дома другой И вот это все В этом может быть В этом вся разница Они родители Запрещают курить Ребенка А сами курят Да Примера тоже нет С самого начала Ты не пей А сами А у нас есть Все Вот у нас есть 90% Возможностей Показывать Своим примером Нашим детям Жизнь Что мы именно Так живем Не лицемерим Что мы любим Господа Любим Библию Читаем Бестеснение Они уже это понимают Да Ну действительно А потом у них Совесть просыпается И страх Божий Тогда начинает На них уже давлеть Страх Божий Они начинают Через родителей Через воспитание Которые получили Через обращение Что другие люди На них смотрят Они начинают понимать Что они какие-то особенные Так мы не должны Это делать Мы же уже Со временем Если я сейчас переменюсь Я же Что будет со мной Господи Тут они начинают Уже настоящая молитва Господу И тут Господь Должен помочь По идее Ну пока я еще не вижу Таких у нас детей Но вроде бы Оно так должно быть Хотя бы смотри Корневая система Да Как ты считаешь Взросшим Вот у тебя страх Божий Начинает просыпаться Ну вот она утром Хорошо поднимается Я только дверь Так пальчиком Щелкнул Она сразу Вылетает Я даже в туалет Не успею сходить Думаю Да ты что так Мне вот еще понравился Пример Витя Андреевич Понравился пример Где-то там он и был И вот там Кто-то должен был прийти То ли он врачей был Толь где я не знаю С ребенка Со своей этой дочерью Она была у нее в платочке И он из-за стыда Другому человеку Взял с нее сорвался Да 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 И он сейчас говорит Я посиденькаюсь об этом Потому что сейчас говорит Я у нее платок одеть не могу Ааа Вон что Да Сам показал Да Сам да Да Точно Вот И причем именно в тот момент Надо было это И он Ему Видать Ангел Господень Или Господь На сердце вот это Положил Сохранить в сердце Своем И он сохранил это И теперь он другим Передает эту информацию Виктор Андреевич На своем горьком опыте Он теперь другим говорит Как не делать И уже глядей Уже Настя так не делала Видишь Она уже Плоток носит Там Надя так не делала Другой Там Не делал кто-то То есть Понимаешь Уже боятся этого То есть этот пример И то что он ему То что говорит Он так открыто И в Библии Так же открыто говорится Он обо всем говорится Да гляди Какие грехи у человека Вот взять Эту книгу Авраам Где Как там Лот его Племянник Чего там Остался один С дочерьми Там Вокруг там Сера горит Все Они думали Последний день Пришел Потом живут Живут одни Нету ничего И потом давай Грешить со своим Отцом Да еще спаивают его Чтобы он не понял Ничего Он ничего не понял И родились два народа Отвратительные безбожники Амонитяне И Моавитяне Их сейчас нету Они постоянно ходили на Израиль Донимали его Пока Господь их не уничтожил Руками Божьего народа А казалось бы Это их родственники От Лота От племянника Авраама Которого он любил Вот тебе здравствуйте А вот еще брат Хочу внимание обратить Что Вот они согрешили А люди говорят Вот у нас Какие вроде праведники А вы потом Смотрите Как Господь их наказывает Что дальше Это случилось Ну а дальше Конечно Дело так Конец Делу венец Конец Делу венец Есть такая Наша русская пословица Что это такое Начало то было Начало Так почему Немцы тоже начали хорошо Окончили Как говорится За упокой Похоронили всех Никто же не будет Говорить там О давайте празднуем 22 июня Празднуем 9 мая Поэтому и так же И каждый человек Тоже Подождите Вы смотрите дальше Что будет И написано Прича Праведник Внимательно наблюдает За домом нечестивого А для чего Нам нужно Внимательно наблюдать За соседями нашими Не просто там Подсматривать За ними Что они там делают В окно Чем занимаются Подпрыгивать Некоторые стоят на улице Подпрыгивают Что-то надо узнать Там побольше Не закрывают Люди На первом этаже Стоят пацаны Прыгают Это все И так увидели Кто-то там Раздевался Из женского пола Решили посмотреть Не надо Подпрыгивать Просто ты Зарвывайся С ними Живи Благочестиво Рассказывай Слово Божие Передавай Как можно Евангелие Дари Библии И наблюдай Что будет дальше Будет меняться Человек Или нет Или он так Что-то бьют Там орут Там мужики Гармоника Бабы визжат Кошмар Потом В прекрасный момент Приехали Архангелы И завернули Все руки Назад И все И дом стал Спокойным Спокойным Хочу еще пример Вести Там вот дом У нас Это на Бузно Большой Типа особняка Со стороны Томсомольского Где там Армянин Он-то умер А сейчас Игнатьев Пошел на днях И решил спросить Что там Там все Заново Все переделал А что сейчас Поликлиника То есть там Дом Разратов был Бильярдно Там все Боулинг Там были Сауны А сейчас Поликлинику строят Поликлиника Я вспомнил Местоописание Выкупили Значит Городские власти Местоописание Я могу вспомнить Где-то Псалмах Да Достанется Все Праведнику Где-то У Иова Есть Праведнику Достается Да То есть Нечесивый Строит Строит А Праведнику Да Нечесивый Все Расстраивается Разрастается А достанется Все Праведнику Это как вот этот Пример Сэтл Кто там Самый такой известный Нечесивец говорил Что скоро Библия исчезнет Это Вольтер Это Вольтер А на этом месте Потом Вольтер В том месте Где он писал Эти слова Был склад Библейского общества Библии Последнюю Библию Простите Еще при моей жизни Последнюю Ну и такой же Сталин был Тоже Который выдавал Что в 41 году Покажу последнего Попа Ну и как А в 43 году Организовал Свою Собственную Патриархию Во главе Симанских Сергием Сергий Патриарх Симанский Фамилия его Да Слово А подожди Строгородский Сергий Строгородский Симанский То есть Это был потом следующее Строгородский Откуда и началось Сергеянство Да Откуда Сергеянство Пошло ей Сергеянство наруппить Ну вот, значит Первый этап у нас прошел Как раз час прошел Да, где-то час мы занимались этим Ну, я думаю, что Здесь дело все в практике То есть брать Слово Божие Его читать Любить его читать Беседовать с кем-то Находить здесь вопросы обязательно Вот мы сейчас с сестрой С Енафой этим занимаемся постоянно И в последнее время Она меня радует тайно По ней постоянно возникают вопросы И вопросы Очень библейские Такие, допустим, последний она вопрос задавала мне Наверное, последний Я сейчас его запомнил Хороший был Что за такая ересь Саддукеев Почему они объединились С фарисеями-пересвященниками Да, почему они смогли объединиться Хотя они как бы разные Там фарисе То есть Это прекрасный вопрос Вот Мы с ней Об этом Там другие вопросы А Ио читаем Вот она задает вопросы Уже прочитали Уже прочитали, да Там мы разбирали Кто такой там Или Фас Там Вилдат Кто такой Или Уй Разбирали Кому мы относимся вообще Как бы мы были Если бы такими людьми Допустим Увидели Иола Как нам относиться На Тихонечку Когда его глаз болит Сказать, что он грешник Или все-таки Порадоваться вместе с ним Что Господь презрел на него И в то же время помолиться Чтобы теперь дал ему Потому что Не написано Девятая глава Евангелия Террана Первый стих Второй Не он не согрешил Не родители его Слепорожденные А чтобы на нем Явились дела Божьи И мы можем так же Сказать про нашего Наставника Игната Тихонечка Но явились дела Божьи на нем Благословен ты Игнат Тихонечк От Господа Господь дал тебе Такую слабенькую болезнь Всего лишь А глаз останется Да благослови тебя Господь Исцелением всего глаз Все Помолились Спокойно отнеслись И помогаем сколько можно Нет мы сейчас будем Пепел кидать Семь дней А потом скажем Мы поняли в чем дело Нам открыл сам Господь ты грешник Смотришь все время налево Поэтому у тебя левый глаз То есть не уподобляться хам Да конечно Это настоящее хамство Прям неприкрытое Как так можно было придумать Что Твой духовный наставник Налево там И отсюда начинается И уже там Подбегают некоторые души И говорят У тебя какая нога болит Я говорю Левая На меня смотрят И говорят У меня то тоже Левая нога болит И что Я говорю Ну что Судят потому Что вам сказали Налево мы частенько Ребят Нас Заносит Заносит Я вообще-то Очень тяжело хожу Но заносит До сих пор То есть Надо быть все-таки Не как Иов Сетовал И говорил Плохие Утешители Все вы Вот так-то вы Руку Слабого поддержали Да Вот такими-то речами От вас требуется Это не лекарство мне подать А речами Добрыми поддержать Молитвами Другого-то я не прошу Ничего Начинается Выборка Господь говорит Меня поразило Или еще Добивай Не просто там Илифас Там Вилдат И Савхар Добивали его Видишь Как знание Дойти уже А Илиуй Молодой Повесок Какой-то там Бессмысленно Омрачающий Воздух Так и непонятно Откуда пришел И куда делся Илиуй Те-то хоть друзья остались Там помолились Они покаялись Вот в чем дело Господь дал им это покаяние Через Илифаза Чтобы он обратился К Иову Чтобы попросил у него прощения Чтобы он жертву за них принес А этот вообще сгинул Где-то в прахе Они поняли Что они не правы Никакой он не грешник Просто дела Божьи явились На Иове И все Да, ему было тяжело Да, его Господь так поразил Но не за то, что он грешник А чтобы показать Всему злу Злу мировому Сатане И тем, кто будут люди Сатаной Показать, что есть верующие Есть праведники И жив Господь Бог дал Бог взял И написано И не согрешил Неужели мы будем Бога прославлять Только за добро А за зло Которое он посылает Не будем И зло То есть он прямо сказал Да, это зло Конечно Скоблит себя И уже Внутренности Внутренности видно У человека Хлебанул там у него Кишки ходят И так далее И не умирает Проказа Проказа Такая болезнь Мясо отрывается Когда мясо отрывается Видно внутренности И ты живешь Почему? Какая-то микрофлора Образуется здесь Вот эти бактерии Которые же тебе это Жрут Они и воздух тебя Не допускают еще Когда они кислород Этот сжирают И ты можешь жить еще Пленка какой-то Покрывается тут И вот почему Страшная такая Болезнь Проказа Вот она у него Такая была болезнь И Господь Хранил его Потому что Дал предел Этой болезни Сказал Только душу Оставь его Так это еще хуже Представь Сразу бы умер И все И Господь бы сказал А ты умер ты Праведника Сатана И сгинул куда-то Нет Оставь жизнь ему И он мучается Этот человек Сколько там он мучился Мы не знаем Может год Может больше Самое главное Знаешь что там поразило Спокойствие Что там спокойствие Словак Да я не видел Никакого спокойствия Словак Словак Он объяснял одно Что он верующий человек Да Он никак не хулил Его спокойствие было О том Что он не хулил Господа Вот Я говорю Вот об этом Он уже правильно Он заговорил Господи Ну раз Ну не нужен Ну забери меня Да и все Ну я понимаю тебя Я то верующий в тебя Ты же знаешь Что я верующий Я бы сейчас Был бы суд Я бы вышел Чистым Господи И вот это вот Иллиуев добил И он прям Разодрал на себе Все И выскочил Глазами такими Этих всех Дедов Вы Старики Ничего не соображающие Вот я тут молодой Сейчас вам Ух Шашку обнажил Пошел Что-то там Свистел Свистел Там свистел Как эти Фехтовальщики По воздуху А потом Господь Говорит Кто это тут Омрачающий Без смысла Молодняк Тут И все И нету его И сгинут Да как не было Вот это джин Наверное Из джинов Что-то типа Злотрус же Об этом говорил Вроде он Сатана Говорит Что это Сатана Бесануж Такой Раз Не помню Что сатана Это Ну Какой-то Ну неверующий Точно То что он Неверующий Зачем вы тут Говорите Старики Собрались Да Да А он Затус говорил Про это Когда у него Умирали То стада Там прибегал Это да Прибегал Или отрок И это был Как бы Сатана А здесь Говорится О том Что Ну не в сатана Бесы Бесы А здесь Говорится Что неверующий Был человек Просто И решил Поглубиться Над человеком Старым Немощным Больным Мы должны Совсем По-другому Как помните На паперте Некрасов Пишет Сидел Просящий Подоявлен Кто-то Камень Протянул В протянутую руку Вот это Вот это Вот делают Те Которые Не могут Подержать Руку Слабого Даже если Он и грешник Но он Покаялся И он Тебе обращается Помолить за меня Ты обязан Помолиться Просто Обязан Там говорится Не говорю за тех Чтобы молились Которые там Согрешили И так далее Но это говорится О верующих Людях Которые уже Так делают А если человек Не верующий Только обращается Как Господь Поступит дальше Ты откуда знаешь Может оно приведется К крещению К истинному покаянию И так далее Мы же молимся О тех Которые ушли От нас Людях Некоторые ушли Со страшной Хулой С такими Грехами Тут просто Кошмарными Но мы молимся За них Молимся Просит Господа Чтобы чем-то Помог им В том Чтобы они Обратились Опять к нему Они же еще люди Они же небесы Вот так вот Господу Слава Вовеки веков Аминь Так Ну что Мы рассмотрим Какие-то вопросы Некоторые Еще Так Вопрос Знаешь как При боясь Угодной Воле Божьей Лучше Пострадать За добрые Дела Нежели За Блые Потому что Христос Чтобы привести Нас к Богу Однажды Пострадал За грехи Наши Праведные Праведник За неправедных За неправедных Быв Умершлен По плоти Но ожив Духом Которых Он находив Находящимся В темнице Духом Сойдя Проповедовал Это Ну конечно Получается Те вот люди Которые Были До Ной При Ной Погибли Я так понимаю Все кто там Покаялся Все Все кто покаялся То есть Он там проповедовал И они Те кто покаялся Вышли То есть У них Есть Была проповедь Христа Прямо в аду И все кто был Предопределен Для этого Все кто Все кого Господь Когда-то То есть Раньше Они все спускались Там уже ждали Этого часа Да конечно Там уже ждали Там Адам Ева Там показывают Обычно На иконах Что Адам Ева Выбираются Там какие-то Еще там Мужики Главное написано Это преисподние места В местах Преисподних То есть Какие преисподние места Как они выглядели Никто не знает И не пытался Которые места Которые места Которые места Могли спастись Почему так Их во имя И там написано Верующие Верующие Спасен будут А неверующие Осужден Осужден Верующие Спасен будут Кто будет веровать И креститься Спасен будет А кто не верует А сужден А там не написано Кто верует И крестится То есть Если ты не веруешь Что Какой смысл Оно То есть Поэтому Вот сейчас Так все Перепутали То есть Вот это должно быть Очень строго Вот как у нас подход этот Сидят братья, сестры И беседуют с человеком Который становится кандидатом Быть верующим Беседуют с ним и спрашивают Оглашение это называется Он прошел уже оглашение Теперь ты все уже Ты уже перед крещением стоишь одной ногой Мы теперь смотрим верующий ты или нет Такой же ты как мы или нет И беседуют, задают вопросы Как ты живешь, как ты встаешь Как ты молишься, как ты читаешь Слово Божие Как ты его часто открываешь или нет Как ты над ним рассуждаешь Часто ли встречаешься с братьями Какая обстановка В жизни церкви Как в доме у тебя обстановка Можешь ли ты воспитывать детей Как родители на тебя влияют Кому ты благовествовал своих из ближних Как ты вообще благовествуешь Как ты это понимаешь Рассказать о Христе, о твоей вере По какому месту Писания ты обратился Что тебя трогает лучше всего В Слове Божьем Ну через что ты как бы Встал на этот путь Нелегкий путь Исполнение таких сложных заповедей Для людей, которые не верующиеся сейчас Не убить другого, не обижать Самому быть обиженным Но другого не трогать никак Как ты так встал на этот путь Как ты дожил до такого времени Об этом идет Докатился Говорят, докатился как? Я родился на диване Куда пришла С подготовки в сеночную Не поверив, что ты родился на диване Ну ладно Не, она мне сказала Иди сходи на сеночную Я говорю, давай я завтра пойду Сегодня дорогу там будет И потом сижу и у меня совесть Я говорю, а почему не сейчас? И знаешь, я сижу и меня внутри переворачивает Это не на диване Это так, ты просто был на диване Я на диване сидел Ну это ничего не значит Ты об этом раньше уже Какие-то о тебе были мысли Просто ты их не помнишь А знаешь, что раньше коснулось? Коснулось раньше, что жена мне так же сказала Что проходил Бог и стучал я вам И не открыли вы мне И сидел я И рядом с вами я находился И не услышали меня И говорил я вам, не услышали вы меня И вот это меня как-то коснулось Думаю, вот так А если второго такого шанса у меня не будет? Ну если он все-таки Вот сейчас прошел и ушел, да? И все И вот это меня как-то раз И начало это внутри ковырять Невероятно, как люди по-разному приходят К познанию веры в Бога Ну да Там дальше-то один и тот же путь уже Сколько я видел людей Один и тот же путь идет Когда ты начинаешь креститься А до того, как прийти ко Кресту Вот к принятию веры как Господь Кого как касается Меня совсем не так коснулся вообще Близко, чтобы я так подумал Это было круто бы для меня Наверное Я как-то так подумал Я библию прочитал на пять раз Пока меня Господь Вообще не читал до того момента Ну как-то где-то читал, но я не понимал Я наизусть библию уже знал Все вот как Ну не как сейчас Но все равно я понимал все Я уже беседовал Я уже другим людям рассказывал Что библия это необыкновенная книга Это грунт Я не знаю Ты не читал библию? Я что дурак что ли библию читал? Я дурак что ли? Да ты знаешь что это за книга? Я ее тогда уже целовал Не знаю Меня же там бесы посещали Видения там всякие Мертвецы там Всякие бесы там Такие злобные клыкастые На меня нападали Ночью ходить не надо Иду они рядом прям Я прям вот Чувствую кожу их Ну когда не верующий был Я только в библии спасался Я библию везде с собой носил Я только в библию вытащил Ну что? Чувствую Нету никого Раз открою еще почитаю Бальзам на сердце Так хорошо Ночью ложу спать Вот так прижму Просыпаюсь вот так где-то В библии Сразу Раз включу нас ничем Чик И дальше читаю Вот какое горячее желание было И потом раз-раз постепенно никого Ну я отчался сейчас Благодаря вообще всему и собраниям И урокам И вообще сейчас говорю Нам намного интереснее стало Вчера вот тема допустим была у нас да На занятиях В 6 часов вечера После занятий я открывал И давай опять перечитывать ее 11 главу Перечитывать И вот А у меня супруга читала Вот то что мы сейчас разгарим Делого Петра Как-то нам вопросы давай Я думаю что Да мы как мы подумали Так оно и происходит Что действительно Господь дарил всем Время Ну там про преисподние места Наверное самое непонятное было Да Просто мы думали как вообще Вот эти люди которые преподобные Которых там несколько Тысяч миллионов Было ли у них шанс Да Был шанс Да вот шанс Что Преисподни когда он спустился Им же ходил Моисей Но и проповедовал же им Они слышали Слово Божие Я думаю И кого-то касалось Кого-то касалось Но Но они не вошли Ну понятно Когда Господь зашел Еще проповедовал Что кого-то коснулось А я думаю Что еще там Еще проповедь была Все равно Они же там все были Там у Моисея были И все были И он Все равно нам это все рассказали Моисея Саму собой Конечно Между собой Да Ну не знаю Между собой Вот это не знаю Вот это я не могу Сколько интересно Между собой Разговаривать Или нет Это я не знаю А вот то что Господь пришел И проповедовал им И дальше коснулось И как-то Это я знаю Ну Моисея Понятно Тех которые пророки Которые были Духом Святым Они Саму собой Все там были Конечно Они все Они все Они всех Исходник не стал Да И Вот они И при жизни Они же тоже Кому-то благовествовали Люди И видели их И благие дела И рядом с евреями Жили люди Гаванитяне Там Там Манитяне Мавитяне Какие-то жили Они тоже рядом Видели Кого-то касалось Это Потом поубивали всех И вот здесь Происходит такая же ситуация Евреи же Люди так же ходят Вот есть люди Которые общаются Боги Которые рядом С ними находятся Соседи Все И дальше И вот так вот Эти сети Как бы распространяются Но никто Ничего Не собирается А нет Уже этого не будет Все Да Больше этого не будет Все Сейчас Если тогда Было призрачное Благовестие Призрачное Никто не знал Что там такое Тень Что за тень На этой стене Никто не знал Что это такое Никто не знал А потом Ближе 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 И оказалось Вот что Рука Господня Рука А до этого Никто Ничего Не знал Поэтому тогда, конечно, тогда Господь и вывел Тех, кто мог быть предопределен То есть спасение уже То есть небо открывается Уже все понятно А теперь нет, теперь все Теперь проповедь открытая Поэтому Господь и дает нам такую жизнь без бесов Ни язычества практически нету никакого Везде христианство Мусульмане не уверовали Потому что они благовествовали там как следует И все И так далее Это будут сами отвечать, каждый Те, кто в те времена был Наверное, не мог постараться И не постарался, наверное, будут отвечать А теперь мы за свое время в ответе Как мы благовествуем Кстати, хотел попросить тебя Евангелие достать у меня сверху Ну, потом Я вчера заходил в церковь Я на предвече на горе Мне там с батюшкой хотелось встретиться С отцом Алексеем И вот он не оказался Он зашел, идет ремонт Говорю, что-то долго у вас ремонт идет Говорю, красиво все идет Главное, чтобы, говорю, здесь Бог был и верующие ходили А надо будет так Ну, которая на кассе-то стоит Я только открываю А ей-то вообще не будет Я открываю Евангелие от Марка 11 и зачитываю И когда я добрался до торговли Что выгнал? Иисус торгующих и покупающих Да И она запела Она запела какую-то, не знаю, что-то запела Я так и не понял Я говорю, постойте, постойте Вы, говорю, не дослушали А она еще громче запела Я говорю, эээ, как, говорю, песни-то вас Окупил Она на меня, Евгений, я сам не собираюсь спорить Я говорю, так я не спорю Я вам зачитываю Ну, я говорю, а вы, говорит А меня, говорит, батюшка, благословил А вы, говорю, почему здесь проповедуете вообще? Я говорю, здравствуйте А здесь, говорю, как, здесь сам Бог, говорю Ты опять в травме носил? А там сейчас ничего нет А, еще нет, там ремонт Да, 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 понял Там ремонт, все, строители здесь ходят Там еще нету ничего, да, пока? Ничего нету Там все закрыто А, ну, ясно, ясно Вот Ну, тут мы ничего не можем сказать, да? Тут как бы нормально Я говорю, я... А она все равно стоит на торговле какой-то Да Ничего нету Торговать нужно Там же парк Люди закрывают Ловко ты ее поймал Там же культурное место, как говорится, такое Для денег Ловко ты ее поймал А Горегинша там Ну, она сейчас пока стоит на торговле Пока ничего нету Она первая торговля стоит, да? Еще храм не построен, ничего нету А первая торговля Да А я, говорит, вам, еще, говорит, это Я, говорит, с вами спорить не собираюсь, Евгений Но она меня знает Потому что я раньше туда ходил Как бы захаживал, когда там строительство все шло Туда-сюда, когда там только ремонт, Ремонт начался Ну, то есть, с ним он-то уже идет Буквально в течение года Там все-таки гипсовая лепета Все такое, мраморная Да И выхожу, и тут отец Алексей едет Я, так, ну, как-то вовремя Я ему рассказываю, что верующих людей-то Самих православных крестьянок верующих-то нет Я говорю, нехорошо, надо разобраться Я понимаю, что это прекрасно Голова, гнев Я говорю, а корни мы как лечить будем с вами А он, почему, с нами Я говорю, ну как, я говорю, первый раз, говорю, вообще-то вам покаялся Я говорю, пришел к вам, говорю Я говорю, вот вы, понятливый человек Я говорю, вижу у вас толк Потому что у меня с вами легко пообщаться И вы понимаете меня Я вас понимаю А у него детей много И ему как-то это Было время, что-то Где-то что-то помогает Так пускай он потеряет Детей отправляет Вот я хочу Не стрелять Не стрелять учит детей Как не посмотришь Союз спас Все стреляют, стреляют Как будто вот у детей другого нет И священники ходят такие Дайте МГ попробовать Я когда хорошо стрелял А я десантником был А я был там нарпехом А я там был еще кем-то Священники Давайте детей обязательно нужно этому учить Стрелять А как же защищать отечество Вот это договорились Это что, патриотический клуб что ли Вы организовали какой-то А где о Христе что Помолились там что-то Пропели какие-то там акафисты Все, идите гуляйте Они бегают там, беснуются эти дети Детей нужно Организовывать им отдых так Чтобы они понимали Что в этом отдыхе Присутствует Христос Не просто Про шатание какое-то А чтобы в этом был смысл Чтобы толк был всегда И чтобы со Христом это было Вот это только в деревне у Игнатих Могло произойти в потеряете Только в лагере Или в гостях Там всего это присутствует Там дети, они от взрослых не отрываются Там нету такого Любого ребенка спроси Что было там у взрослых Он все расскажет Почему? Они с нами на собрании сидят Ну там что-то сами там пойдут Но за ними все они наблюдают Чтобы они там Дундушку по башке Какой-то доской не прилетело Не успел там отвернуться Уже дерутся между собой А там вот сплошь и рядом Давайте там Пластайтесь там Силой меряйтесь Этот подбежал Пинка ему как засадил Ржок полный Побежал Тот за ними Хиляк этот Ну как я двоих поймал Они за келью зашли Уже такие стоят в стойке В драке Вот это все Верующие игры Ну-ка власти оттуда Я люблю его по благовесту У меня есть коробка с Евангелием Давайте По благовесту Ну по крайней мере не отказался Поэтому Ну он такой спокойный У него нет Он Новый год У него 8 детей Он Новый год Никак не отмечает Нужно не просто не отмечать А прям проповеди За проповедью Говорить о Новом годе Чтобы кто-то был Начатком Ахаи Среди этих священников Которые правду начали говорить Как исполнять каноны Не просто что Да сходите Ну так там Чуть-чуть пожуйте Что-нибудь там Чтобы Ни в коем случае Не обижайте людей Не обижайте Ваших знакомых Что это за проповедь такая Не обижайте Не обижайте Ешьте там Жрите пятачок этот Копченый Когда пост идет Надо чтобы все люди На своих местах Чтобы отличали Чистое от нечистого Чтобы у людей Верующих Было Два состояния В этом мире Человека верующего И неверующего Тогда ты всех отличишь Я добиваюсь Это от детей Чтобы у них не было Через одного человека Подружки И друзья Потом как до горячего Дойдет Оказываются Одни шакалы Вокруг Настоящий Если друг То должен быть другом А про подруг Вообще не говорю Подруг не бывает Среди мужчин Да Нашел Говорит Я одного друга А среди женщин Соломон Искал Искал Ни одной не нашел А у него было Их 700 наложниц 700 Жены 300 наложниц Ничего себе Потрудился Мужичок Неужели это правда Иногда тоже Задумаешься Подумаешь С головой Недружный Ты что ли Зачем тебе это надо Это у него Просто коллекция была Вот каждый день Просто ходил И смотрел Какая новая Красивая женщина Чтоб кому-то Не досталось А ему только И сердце Развратилось Конечно По другому Никак не может быть Почему Господь И сказал Даже Просто посмотришь На женщину С сожалению С вожделением Уже Прелюбодетствовал Сердце своем Оградил полностью Вот этого Можно сказать Соломонова Зависимость У мужиков А она присутствует Эта зависимость Сто процентов От нее нужно Не просто отказаться А даже Не поминать Об этом Каждая женщина Для тебя Должна быть Просто Будущая сестра Во Христе И тогда все Будет хорошо Тогда ты благовествуешь Проповедуешь Тогда Жизнь О Вот это Другой разговор Уже А не только О себе Одни Хочу Пример Привести Я тоже В благовествовал Везде У меня были Моменты Такие Был момент По поездам Ходил В благовествовал Но только Единственное Не правило Что я Один Это делал Вот Но когда Благовествовал Я людей Вообще Не видел То есть Говорил Слово Божие И Мимо Проходил Дальше Следующего Глаза А был Один Момент В Барнауле Тоже Двоем Ходили Благовествовал И разошлись То есть Время Приведено Пришло Человек От меня Отошел Там Брат Вес Сестра Восем Не ходил Вот Я решил А нет Я даже Не так Я ехал В автобусе Вот Я Одна девушка Что-то Я ей предложил То ли Визитку А Спросил Куда мне Там Проехать На Подмодресс Она Готела Вот Тут И Красно Одной Остановке Я С ней Вышел И Говорить О Христе Рассказывал Потом Мы не остановились Я уже Начал Ей О Западе Божи Объяснять И Себя Поймал На мысли Что Я ее Разглядывали Как свою Будущую Невесту Уже Все Да Раз Осекся Думаю Ничего себе Меня Враг Сразу Поймал Хорошо Что Сказал То есть Тут Бодрость Надо В этот Момент У нас Было Такое Не о себе Я Не о себе Могу Скажу А Игорь Третьяков Перед тем Как Он Женился У него Был Такой Я прям Заметил Это все Я его Там сильно Укорял Потом Согласился Он Когда Облаговестовал То он Останавливал Когда Дверь Открывали Молодые Девушки Такие Ну Видать Все Что Надо Там У них Было Для Него И Он Мог Стоять Часами С ними Чесать Языком И Я Неоднократно Из Подъездов Просто Выволакивал Невозможно Оторвать Его И Те Тоже Видать Кого Там В Поисках Были Высокие Статные Такая Бородка И Он Такой Пиджачок У него Все Такой Чистенький Начинает Разговаривать Умный Такой И Он Заслушивается И Он Такой Я Раз Мину Пробегу Я Уже Сверху Спускаюсь И Не Забывай Я Уже Сейчас Твои Квартиры Беру Ладно Ладно Уйду Уже Все В Другой Подъезд Зайду Пройду Другой Подъезд Раз Выхожу Нету Все Я И И Там Молчание Уже Телефоны Хорошо Были Потом Поднимаюсь Уже Чуть Не В Квартире Я Говорю Уже Пора И Честь Знать Девушка Конечно Хороша Но Не Та Душа Давай Идем Несколько Раз Выволокивал То Сатана Так Действует А Вроде Ты Верующий Все Так Из Подволь Почему Написано Не Оставайся На Едине С Девицей Не Засматривайся Как Она Смеется Поет Вот На кого Засматривайтесь Вот На собачек Это Можно Смотреть Сестра Хоть И не Сонаследница Вечной Жизни Все равно Будут Вечной Жизни Они Тоже Какие Особи Так Ну У нас Наверное На сегодня Все Я думаю Ну Давайте Помороз Да Пойдем Первого Господу Слава Варить Аминь Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Слава Всех Сынам Всех Духу Несного Керек Достой Достойно Есть Якова Истину Благо Житя Богородицу Призноблаженную И пренепорочную И матерь Бога Нашего Честнейшую Херувин И славнейшую Без сравнения Серафим Без искления Бога Слово Рушую Сущую Богородицу Тя Величаем Чего Болись Это Ну Господи Слава Тебе Подучи Мы собрались Вместе Сегодняшний день То что Ты даешь Нам Свою Благодать Что мы Мы Сучаем Слово Божие Узнаем Нового Нового Господи Даруй нам И дальше Любить Твое Слово Чтобы Не клоняться От Него Ни налево Ни направо Господи Тебе Хвала Аминь Спаси Христос Слава Христос Так